Поддержка сельхозтоваропроизводителей – одна из актуальных тем повестки дня. Тем хозяйством, которые занимаются растениеводством, разработана новая мера поддержки. Сумма затрат у многих на приобретение элитных семян в два с половиной раза превышает объем доходов. Теперь принцип расчета изменится. Сюда мы, Денис Иванович, предусматриваем всех, кто купил семена с 1 ноября и, соответственно, по 1 июля. Вот выплата составит на цели 190,4 миллиона рублей. Из них 82% – это федеральные средства, 18% – средства региональные. Губернатор обращает внимание и на выплату зарплат в сельском хозяйстве. В отрасли есть временные сотрудники, которым индексация выплат не проводится. Некоторые предприятия берут специалистов только на полставки или вовсе на сезон. Летом поработали, а на зиму их всех выгнали. Причем так делают далеко не все. Сергей Викторович, кто-то же делает круглый год, держит, и коллектив свой держит, и помогает ему, и зарплату достойную платить. А есть кто наоборот. Причем в одном районе, соседние поля. Поэтому считаю, что вот такие предприниматели, которые живут в такой логике, временной и нестабильной для наших граждан, конечно, поддерживать мы не должны. Бесплатный проезд в пригородных поездах детям до 7 лет – такое постановление принимает правительство области. До этого за билет не нужно было платить за детей до 5 лет. Платить не будут и водители большегрузов, которые перевозят зерно, продукты его переработки или корма для животных. Даже на тех дорогах, где установлено ограничение по весу транспортного средства.